Здравствуйте, в эфире субботния информационная программа «Вести Карачево-Черкес». Представители регионального отделения политической партии «Единая Россия» обратились с просьбой к вице-спикеру Народного собрания Республики Мусеек Зекову направить на территорию СВО необходимые наборы для ремонтной бригады – болгарки, шуруповерты, перфораторы. Реакция была незамедлительная. Какая еще, оказывается, поддержка, рассказал Мусаек Зеков. Мы активно отреагировали на данную просьбу, быстро приобрели все необходимое и передали на фронт. В целом, наша команда активно включилась с первых же дней СВО, активно включилась помощь фронту и тылу. Мы помогаем фронту, отзываясь на подобные запросы, например, на запросы наших бойцов. Все, что необходимо, приобретаем и направляем. Кроме этого, оказываем подобную гуманитарную помощь в реабилитации раненых, в лечениях в медицинских учреждениях, а также помогаем медицинским учреждениям приобретать специальное оборудование для облегчения процесса восстановления раненых. Мы системно занимаемся этим и, соответственно, реагируем. Вот «Единая Россия», например, задает вопросы, мы на это реагируем. В Петербурге тоже медицинские учреждения обращают внимание, то есть какие-то просьбы оказывают. Со многими учреждениями договора, чтобы официально передавать оборудование, которое просят. И вот на повседневной основе, системной, наша команда решает эти задачи. И просто хочется сказать, что сегодня особенно важно, скажем так, проявить единство и взаимную поддержку, потому что это является основой нашей победы. Оказывая поддержку военным, мы не только помогаем технически, материально, а мы повышаем таким образом боевой дух, добавляем солдатам сил и веры в том, что мы как единый фронт готовы прийти на помощь в любое время. «Единая Россия» очень активна в этом направлении, работает, и мы, конечно, очень плотно взаимодействуем. Есть очень много общественных таких организаций, тоже созданы. Ну, везде вот такую-то системную работу оказываем всевозможные. Поэтому сегодня это очень важно. 23 июня в Черкесске пройдет второй федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». 38 крупнейших работодателей республики представят 850 вакансий. Основная цель ярмарки трудоустройства – не только быстрый подбор работы, но и помощь в планировании карьеры. Соискатели смогут узнать о том, как пройти переобучение по востребованной профессии и поддержку, которую можно получить со стороны государства при трудоустройстве или переезде в другой регион. Для участников это возможность сразу пройти собеседование с несколькими работодателями региона. Предупредить – значит спасти. По инициативе Общественного совета Зеленчукского района волонтеры и специалисты Центра социальной реабилитации «Леон» провели встречу со студентами многопрофильного колледжа «Профессионал». Гости поведали молодежи о вреде курения, алкоголизма, наркомании и игромании. Ведь это пороки, которые губят не меньше людей, чем пандемия и война. Ахмат Халкевичев продолжит. Вы можете свои вопросы задавать, включайтесь в разговор, потому что тема будет проходить именно в формате разговора, общения с вами. Для нас очень важно узнать ваше мнение. Встреча действительно с первых же минут перешла в формат активного диалога. Гости постарались поведать молодежи о том, о чем они реально еще не слышали. Диалог получился многосторонним. Студенты, помимо общения с практикующими специалистами Центра социальной реабилитации, получили также возможность услышать, что называется, из первых уст исповедь бывшего наркомана. Я начал по чуть-чуть пробовать. С этого все и началось. С того, что я просто попробовал один раз, мне понравилось. В чем была вся суть? В том, что я легкие наркотики не воспринимал как наркотики. Мне надо было уже все чаще, чаще, чаще употреблять. Вообще не хотелось ни жить, ни работать, ничего. Это я уже более взрослый, то есть это я коротко просто вам все рассказал. Дома вот так посадил родителей и сказал, короче, вот так, вот так, у меня проблема. Вот, я наркоман. Студенты активно задавали вопросы, ответы на которые, на их взгляд, помогут им предупредить беду. Благодаря полученным знаниям я уже буду знать, кому присмотреться, чтобы это предупредить. Ну, такие мероприятия у нас проходят довольно-таки часто, но именно в формате диалога мы еще такого не проводили, поэтому довольно-таки информативно было узнать уже точку зрения бывшего зависимого человека. В свою очередь, фармаколог Оксана Бажева объяснила, почему в группе риска именно молодежь. В силу возраста и особых физиологических потребностей подростки более подвержены депрессии, предупреждает специалист. И очень важно в этот период сделать правильный выбор в пользу здорового образа жизни, подытожила она. Она ведет к тому, чтобы вы стали больные, наркоманы, чтобы вас было чем лечить, правильно? Это очень дорого. Это очень дорого. Это ваши родители будут порабощены, чтобы вас вывести с этого состояния. Вы должны осознавать это. Помимо помощи и поддержки тех, кто уже попал в сети погубной зависимости, будь то алкогольная, наркотическая кабала или же игромания, крайне важна работа с убеждениями и мышлением молодежи, отмечает консультант по химической зависимости Центра социальной реабилитации Леон Беслан Карданов. Силы добра в этой борьбе за умы и души людей не на тех позициях, на которых хотелось бы. С сожалению, резюмирует он. Ну а цифры статистики, о которых Беслан поведал, ужасают. На 100 тысяч людей 2300 употребляющих наркотики. Это ужасно огромная цифра. И наш регион не исключение. Это в доступе все. Это, ну, очень легко это найти, достать, не знаю, сегодня, на сегодняшний день. Просто зайти в любой спальный район и увидеть, как кто-то ищет закладку. Успешных наркоманов, игроманов или алкозависимых людей по определению быть не может, подчеркивали спикеры мероприятия. Также специалисты призывают не замалчивать проблему. Если беда вошла в семью, с ней необходимо вести борьбу по всем фронтам. Ибо только полное излечение больного погубной зависимостью поможет оградить его родных и близких от трагических последствий, которые обязательно произойдут, если ничего не предпринимать, резюмируют они. Ахмад Халкечев, Алий Бастанов, Вести Карачаево-Теркесия, Зеленчугский район. Сейчас о погоде на выходные, а после мы продолжим выпуск. Субтитры предоставил DimaTorzok С начала этого года в Черкесске произведен отлов 80 бродячих собак, сообщают в управлении ЖКХ Республиканской столицы. Бродячие животные доставляют множество неудобств жителям, особенно переживают за здоровье своих детей и родителей, которые не исключают случаи нападения собаки на ребенка. Отлов и обработка бродячих животных производится раз в две недели или чаще, в зависимости от ситуации, пояснил начальник управления ЖКХ Черкеска Сергей Елисеев. Также он рассказал о том, какие меры принимаются ведомством для решения этой проблемы. В соответствии с 498 федеральным законом об ответственном отношении к животным, у нас заключен договор с подрядной организацией по отлову бесхозяйных животных, в соответствии с которым у нас производится отлов, стерилизация и вакцинация животных, после чего они возвращаются в соответствии с законом в места обитания. Естественно, мы их не отпускаем около садиков, школ, мест массового скопления людей. С начала года уже отловлено более 80 собак. Планы только продолжать работу в данном ключе, то есть мы, это не разовое мероприятие, у нас заключен, ну, постоянно заключен договор с этой организацией, соответственно, регулярно они приезжают. Мой учитель. Под таким названием в Черкесске открылась выставка творческих работ учащихся детских художественных школ республики. Она была приурочена к Дню защиты детей, а также году педагога и наставника, объявленного президентом страны Владимиром Путиным. В этом году подробнее Али Баташев. Первоклашки, дарящие цветы первой учительницы в День знаний. Школьники, внимательно слушающие учителя на уроке. Множество других сюжетов, рожденных талантом и причудливой детской фантазией. Работа Салимы Байрамуковой из станицы Кордоникской называется «Урок музыки». Когда я училась у себя в кабинете, я часто слышала, как другие учителя учат своих детей, так как они поют, и я решила их нарисовать. И как ты сама оцениваешь свое полотно? Мне она нравится. Выполняла я ее гуашу на формате А3. На открытии выставки можно было увидеть не только множество портретов учителей и преподавателей, но и лиц на них изображенных. Алина Глова из Черкеска написала портрет Просковья Ивановна. Завуч детской художественной школы Черкеска высоко оценила ее работу. Как говорится, заказчик должен быть доволен. Мне очень нравится эта работа, хотя я не заказчик. Причем, посмотрите, она уловила самое главное. Не просто портретность какую-то, но и то, что я люблю читать. Книги я люблю. И вот в таком очень прекрасном светлом колорике я вижу, что она старалась. Понятие наставник отличается от учителя, поэтому некоторые дети рисовали инструкторов по различным видам спорта на фоне красивых горных пейзажей. Алика Новикова прозвала свою выпускную работу помощник, в центре которой дедушка учит ленивого внука стричь овец. На ней изображена стрижка овец. Она нарисована по теме наставничества, моим любимым материалом гуашью. Здесь изображена дедушка и его внук. Он стрижет овец, а внук, возможно, позже ему поможет. Редко людей рисую. Вообще, людей очень сложно рисовать, но тут я решила показать себе, показать возможности и нарисовать людей на картине. На выставке более 80 работ учащихся всех детских художественных школ Республики, представленных в разных техниках и материалах, говорят организаторы. 10 из этих работ будут выставляться в Москве на Всероссийской выставке. Образ педагога и наставника в произведениях молодых художников. Лауреаты и самые достойные участники выставки получили дипломы и почетные грамоты. Экспозиция «Моучитель» продлится до 13 июня. Али Баташев, Олег Молхожев, Вести Карачаева, Черкесия. На этом субботний выпуск «Вестей» подошел к концу. Приятных праздничных выходных!